ребята всем привет ну опять с вами я надеюсь еще не надоел вам и вот мы сейчас несколько будет новых серий посвященной нашему 20-летию пребывания и жизни конечно в голландии я уехал семьей с женой с ребенком в девяносто восьмом году в декабре месяце поэтому через полтора месяца мы будем отмечать свое 20-летие пребывания в голландии или жизни в голландии накопилось очень много эмоций вот впечатление про эту страну поэтому я сейчас хочу поделиться с вами я очень много посмотрел различных видеороликов людей которые здесь уже живут прожившие там например год или два они начинают делиться своими впечатлениями иногда я соглашаюсь с ними иногда нет поэтому я сейчас вам расскажу что я сам думаю про эту страну что мы здесь прочувствовали прожили какие впечатления накопились сейчас немножко ветер успокоится я все буду рассказывать вам надеюсь это будет вам интересно если интересно ставьте лайки потому что тем самым я буду знать что продолжать эти серии или нет выпускать я их буду по где-то по 15 минут почему я именно с улицы решил это составная часть жизни в голландии смысле что значит составная часть жизни в колландии я каждый субок каждую субботу воскресенье гуляю по улице суре и где-то видеоблогер я издаваешь фанна или берунда ардапа фабрикат ну и видите я за одним сейчас остановился я вот этот дом вот которую такая вилла сейчас я бы почему сейчас здесь гуляю здесь но прикольно смотреть здесь вот смотрите вода в голландии очень засушливое лето это все пересохло видите что пересохло вода нету и вот он сейчас гусей кормит обычно они тут сами пасутся и вот сейчас он козел я у него короче спросил я буду вам сразу все переводить рассказывать немножко это будет суммурно я все учусь это еще все рассказывать потому что немножко трудно придумывают на ходу идей какие-то рассказывать снимать это все вот это вот этот дом который я вам сейчас только что показал вот этот мужик он там сейчас живет там контора на какие-то конторные знания там бы был жил владелец большой картофельной фабрики назовем ее так я не знаю как правильно по-русски и сказать я у него спросил он нифига не знает то есть вот вы видите вот в этой серии я уже вам потихоньку начинаю рассказывать про голландцев и их не жизнь здесь вот сейчас я прохожу ребята я вам до этого показывал в серии сейчас еще раз покажу вот где мы сейчас иду вот вот здесь 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 будет будет жить знаменитый голландский футболист сейчас он играет в мюнхетской баварии если вот к нему сниму будет жить великий кстати голландский футболист ариан робин вот смотрите как будет его дом вилла выглядеть видишь на компьютере они все создали в 3d и вот там я вам сейчас показал там будет жить здесь уже все стоит на мази все идет строится и вот так он будет там будет жить переехали мы в декабре как я уже сказал 98 года уехали была такая очень слякотная погода стояла вообще знаете такое депрессняк я только что из уволился из погранвойск и ехал такую незнакомую мне страну потому что кроме как по рассказам голландца с которыми я познакомился я уже про него рассказывал не буду повторяться вот меня я ехал в неизвестность ну то есть мы ехали в неизвестность и был такой знаете немножко депрессивное настроение потому что был вообще такой мокрый снег шел полю мы в польшу приехали поляки еще бухи все были там у них только что прошел этот рождество такого только второй день даже второй день рождества был они еще полубухие были автобус опоздал на несколько часов и мы короче такие садимся они ехали сюда на заработки какие-то часть людей уже ехала на заработки потому что у них отпуск видать наверно там как-то был такой отпуск что надо было выезжать именно 26 декабря ну и короче сели приехали сюда в голландию мы там договорились голландцам нам надо он нас встретил бы в другом городе мы приехали в бутрик в центральный город в центре голландии когда мы вышли серьезно у нас был шок мы подумали попали на другую планету вот клянусь вам сейчас не вру ничего это все будет это я вам сейчас рассказываю все эмоции которые бы почувствовал увидел пережил все это я вам сейчас расскажу вот и вы поймете почему я про попробую все ведь не рассказывать без приукрас и мы короче вышли с автобуса этого микроавтобуса увидели в зеленой лужайке тепло здесь хотя вроде бы по-моему голландия стоит на такой же широте как и беларуси но было здесь плюс 10 что ли плюс 12 градусов тепла светило солнышко блин нам так все это поразило люди такие приветливые про нам надо было на из-за того места куда мы приехали переехать в другое место в другой отельчик и мы подходим голландцу я вообще на английского знал два или три слова все он мне так давай искать звонить куда-то короче нашел этот отель а у меня еще не было денег да у меня были доллары а их надо было поменять на гульдена тогда еще здесь гульдена были он мне сказал не надо пойду поменяешь потом заплатил за такси голландец возле где мы вышли там голландцем просто подошли начал спрашивать где отель он не сам вызвал такси заплатил за это такси такой доброжелательный я думаю блин я в какую-то космическую страну здесь есть ли вообще что-то плохого приезжая в другой отель он там на окраине утрех до этого находился это даже не отеля было только хоспис вот не ход блин хоспис хостел мы приезжаем в тот отель там как раз и люди празднуют еще этот рождество там третий день уже наступил ну здесь два дня празднуются ну третий день они остаются тогда был суббота третий день они все празднуют все-таки доброжелательны я пришел помню бухнул так еще чуть-чуть взял с собой диск ддт пришел в ресторанчик там у них музыка играла какая-то там я говорю можете поставить диск ддт а ну и вот этот русский говорю он говорит ничего хорошая музыка говорю да классная суперская музыка они меня берут такой поставили я целый час там бухал с ними сидел слушал ддт ну вот короче вот так началось моё знакомство с голландии потом мы стали работать зубными техниками я это уже тоже все рассказал я некоторые будут детали опускать после в других сериях это много чего рассказал про нашу жизнь в голландию про страховки про зарплаты продают то как можно сюда попасть много посмотреть эти серии если вы еще не увидели поэтому повторяться не имеет смысла вот я буду рассказывать только просто впечатлениях о голландцах а это стране какие-то свои фон может быть даже и фантазии может быть что-то приукрашивали наоборот мрачный нарисую первое что мы должны были сделать это пройти такие интеграционные курсы эндургерс курс так называемый что это за курсы вы там учите голландский язык какой-то кусочек истории культуры что короче вас год пытается интегрировать их не общество путем обучения языков и так далее что вообще сказал вот но это в принципе ничего сложного там нету для того чтобы получить голландский паспорт надо сдать для него а 2 2 как бы него если вы хотите в университете учиться это сдать надо него а4 это статс экзамен так называемый городской государственный экзамен он уже сложный там уже надо очень хорошо по голландски говорить а 2 это такой на самом бытовом уровне язык вот поэтому что там компьютере сидят тебя учительница например расскажет что-то тебе какие-то правила грамматику потом дает вам компьютеры и по компьютерам занимаетесь и в конце года вы сдаете это все и если вы получаете а 2 сертификат скажем так в одном там по-своему называется но если вы получаете а 2 сертификат вам вы можете через пять лет при наличии он бы полдого тайда вида на жительство он бы полдитает это неограниченного вида на жительство вы можете запросить гражданство в голландии то есть голландии голландии гражданство запрашивается тоже там платится очень много денег 600 евро тогда было сейчас по моему уже до 1000 дошло вот на двоих человек и полгода это рассматривается дело в специальной инстанции и нд так называемые интер ими интеграции натурализации 1 так называется интеграция натурализация служба куписа перевести и вы там запрашиваете и ждете ну вот короче мы сдали этот экзамен потом мы затем мы получили вид на жительство на пять лет когда мы это все прожили мы могли запрашивать уже натурализироваться то есть стать и гражданами голландии вот но мы запросили все заплатили денежку ждали не полгода у нам быстрее то все пришло нам пришло за три месяца это по моему за четыре они проверили они проверили чтобы у вас самое главное не было никаких как это происшествия по льду привода в полицию каких-то там штрафов больших то есть вот видите сейчас люди сзади будут бежать вот так или с утра многие кто занимается причем возраста разные от 10 лет могут там бегать вывел или прыгать или еще что-то до 100 лет вот и короче мы запросили а и вот они меня запросили и когда они мне сначала отказали в я забыл вам напомнить как бы отказали такой предварительно отказали потому что я в 2004 году духу ехал на машине повез там одного человека домой про мы выпили сначала две бутылки виски вдвоем накатили и у повез домой блин имя короче полиция хлопнула далее мне штрафа 350 евро уже тогда были евро и плюс мне надо было проходить наш курс алкоголистов четыре дня вот все это серьезное происшествие на это не подлежит мы наняли адвоката короче и короче а я же не это ничего не рассказал и адвокат здесь вот так вот вы трахнул вот эту службу которую говорит ты можешь оставаться можешь получить паспорт или не можешь и вот адвокат короче трахнул каким способом он сыграл на то что вы выдали секрет то что я дмитрий скрыл от своей жены что я ехал пьяный и сейчас у них начались большие проблемы в семье из-за того что вы а там было такого то они сидели н.д. вот это представители службы н.д. адвокаты и моя жена что вы выдали это все вот она теперь хочет с ним развестись типа ну типа развестись и у них короче большие проблемы начали в семье ну я еще в конце так выступил конце знаете я встал такой вы знаете прошло уже пять лет после того как меня поймали вы ну пьяным я работаю получил постоянный контракт на работе то есть мы нам нужен этот контракт еще для того ну чтобы мы в ипотеку могли дом взять вот это я все так выступал красиво рассказал и глюда если вы сейчас не дадите еще ну нельзя будет типа получить паспорт моя жена может вообще развестись и я могу спится типа так вообще на это все такое нажалость раздавил и они меня короче все разрешили все короче я мог пока получать вот этот я мог становиться гражданином голландии короче вот они короче меня простили вот так так но у меня было всего ли там 600 700 евро если всего сложить курсы и штраф 700 евро но они посчитали что это может быть не такое опасное не такое опасное преступление для общества и решили короче дать мне вот этот я уже сказала интегрироваться я мог ну получить паспорт смотрите ребята вот это по-моему я думаю я думал у нас велосипед вот такой похожий украли я думал этот этот велосипед наш не это не наш я подумал что это наш велосипед что у нас в голландии вот еще я уже заканчиваю тему про паспорта короче мы получили эти голландские паспорта теперь про велосипеда за одним расскажу сразу про велосипеды в этой серии потому что если вы не умеете кататься здесь на велосипеде и у вас нету велосипеда значит вы не то что не интегрировались значит вам нельзя здесь категорически жить в этой стране потому что страна настолько велосипедизированная просто здесь рождается человеку вот я вам говорил ему дают айтфартферзекере страховку по смерти по случаю смерти бабушка с дедушкой и дарятся сразу велосипед практически новорожденному вот здесь на велосипедах ездить без велосипеда здесь никуда вообще никуда и соответственно их воруют безбожно сейчас ветер ребята я пока выключусь ребята я вот буду вам немножко тихо сейчас рассказывать за одним про эту страну куль мы уже здесь вот идем мимо кладбище здесь тоже интересное кладбище в голландии я вот буду так частями прерваться и рассказывать о том что я вижу вот смотрите мы сейчас заходим на кладбище вот на кладбище у них хоронят людей без фотографий как в россии там белоруссии или еще где-то в советском союзе здесь нету людей фотографии они хоронят просто вот плита и какое-то пожелание там например и когда родился и умер человек и так вот все такой в таких вот как правило были такие вот из деревья роща такая деревья нету такого оголенного места я вот был уже на 3-4 кладбищах в принципе все кладбище выглядят как вот это который я сейчас вам показываю но чтобы вас похоронили на этом кладбище это блин вы должны практически быть миллионером он конкретно на этом потому что на год на 30 лет тут будет наверно 10 косарей 10 тысяч евро на 30 лет то есть за через 30 лет ваши ну там внуки или ваша семья не заплатит за вас заново что вы могли дальше лежать вас просто выруют вот мы могут передать останки родственникам и все и туда захоронят другого человека почему еще зашел на это кладбище здесь похоронены военные канадские часам покажу которые принимали участие великой отечественной войне их конечно здесь ну у них такая есть своеобразная пропаганда потому что их конечно освободили канадцы и соответственно они говорят что американцы канадцы великобританцы победили во второй войне а россия там советский союз где-то там что-то участвовали рядом они там где-то на восточном фронте да и все вот так и здесь очень жалко я им пытаюсь доказать обратное показывал много видеороликов всяких и так далее и тому подобное но если вам вдалбливали 40 лет или сколько-то или другое то уже вряд ли вы что-то и поменяйте свое мировоззрение вот поэтому сейчас вот так вам показываю эти кладбища как они выглядят так ну вот смотрите видите там все они вот эр ну какой-то и royal air force военно-воздушной силы сорок первом году короче погибли 19 лет 21 год вот этому человеку багли видите эти эмблемы все военно-воздушных сил не взял он с новой зеландии там например было человек с канадой вон сорок первом все они короче сорок первом году погибли ребята сейчас еще подойдем еще здесь где-то есть такие же памятные доски вот за одним вот посмотрите как здесь блин где же они еще тут побольше есть такой мемориал ну вот видите как выглядят голландские кладбища так все принципе однотипные голландские кладбища все выглядят вот так вот так есть очень старые захоронения ну вот например смотрите а это тоже девяносто седьмом и третье сорок первого года погиб тоже это военного и это тоже военного он сорок первом просто будет плохо видно вот то есть это союзнички здесь лежат ну вот еще они здесь как-то победок смотрю по частям похоронены там часть там часть но видать где было свободно месяц на потому что в голландии сама что в голландии дорогое самое что дорогой я так уже стою за 5 привет всем это земля вот ну и сейчас я буду вот вам показалось задним могилы как вот кладбище выглядит это попутно все между делом буду вам что-то показывать где я вот иду что-то если интересно будет вам сразу покажу это и короче про велосипеды велосипеды здесь всех есть подбой трое штук и как я уже сказал ворудись бесчадно просто ворует у нас наверное уже штук пять сворвали велосипедов если не больше иногда такая злость ну например купил и дочери велосипед новый месяц отъездил в городе пошла поставила возле магазина бах приходит нету их вскрывает тут на раз у людей воров есть такие большие зажимы все-таки большие знаете как это как это называется такие кузнечные щипцы скажем так вот они их подходят к ним так если он там с замком перекусывают его или цель и все и уносит или мастер ключи такие подбирают вот есть конечно ключи которые трудно подобрать но у нас был за велосипед не очень дорогой и сразу его так стащили ладно там если вы у нас велосипед тоже памятник кому-то ладно там велосипед если стоит 50 100 евро хрен с ним с этими деньгами блин а бывает вы найти велосипеда перед по 500 тысяч евро вот и поэтому здесь когда велосипед час велосипеда когда вы покупаете велосипедом дорогие у них стоят чипы и если вас сворвали они как-то через спутник находит там gps датчик или что активируется они эти дорогие велосипеды находит потому что есть велосипеды и по тысячи по 2 по 3 тысяч но вот мы жене покупали я не хвастаюсь ничего просто все рассказываю самое сейчас все покупать велосипеды после 40 лет если вам например то уже покупают гибридный электрический моторчик может там впереди или в середине стоять и плюсы вы крутите тем самым то есть моторчик помогает вам крутить педали и так ощущение что вы карте с горки везде для в голландии для велосипеда я сейчас вот где войду есть велосипедные дорожки вот видите смотрите какая интересная дорожка вот они очень часто красного цвета делать чтобы обозначить что это велосипедная дорожка и они вот так вот делают велосипедные дорожки сейчас я даже сфотографирую интересное место будто здесь война атомная прошла и никого нету химическая или бактериальная что дальше видите и такие вот велосипеды причем велосипеды ездят от мало до велик бабки по 80 лет гоняя так поверьте мне он тут едут смотрите вот реально сейчас вы посмотрите им наверно лет блин сейчас по-моему подойду ближе вот в истории по 100 процентов там 80 лет это минимум клянусь вот им сейчас по 80 лет как минимум я могу жалко не могу спросить вы попробуйте догнать вы хер ее догоните она вас она вам проедет я на велосипедной дорожке иду поэтому они даже видите голландцы едут сейчас вот я буду продолжать тему про голландцев что меня удивило в голландцах они очень флегматичные очень уравновешенные люди это еще при первых годах своей жизни заметил в их ним их вывести из себя это надо постараться чтобы вот они начали вспылить там начали кричать что-то они очень уравновешенные люди сначала мне это очень нравилось вообще серьезные думал блин так реагируют на все спокойно потом я и вот это спокойствие стало доставать знаете вот у них нету эмоций они разводятся вот как например как они разводятся могут утром жена проснулась у нее на что-то или муж там написано накапливалась годами она ничего не выплескала это не гавни ссорилась хуями никого не посылала и вот они так проснулись утром и она говорит я ухожу все ну дорогой я ухожу от тебя ты все собрала вещи тихо спокойно ушла не ссорились вообще даже не объясняй причины может сказать я обменов он я я устал от тебя допустим и все то есть никаких истерик не было битья посуды как у нас любят в семье там или еще где-то там был он бывали раньше такие сейчас уже не бьем тоже вот поэтому мне всегда удивляло какие неспокойные блин люди но потом все равно я говорю это все потом мне кажется вот это их не спокойствиями кажется мне мне лично это немножко уже так немножко нагружает вот мне кажется что надо сторону свои эмоции выплескать они могут своего эмоции выплеснуть не знаю в чем наверно могут пойти на курицы травы это про траву отдельно расскажу потому что у меня были прикольные истории в следующей серии скорее всего уже расскажу про как мы мои как это сказать по-русски как это по-русски сказать я не знаю мою мой опыт курения травы марихуады там кашиша вот это все в следующей серии потому что там тоже были прикольный вот я просто рассказываю по приезд как про велосипеды про их не характер характер еще у них и ним я в их ним характере очень замечают